Привет! Ну что, выходит второе видео из рубрики доска объявлений, попытаюсь некоторым игрокам найти для себя подходящую гильдию, потому если у вас есть какие-то проблемы с вашей гильдией или вы вообще не состоите в гильдии, то советую вам досмотреть это видео до конца. Я расскажу вам про 10 разных гильдий, ну а там уже смотрите, отсылайте заявки, выбирайте. В любом случае, если кому-то помогу, если хоть один человек найдет для себя хорошую гильдию, я буду рад. Так, ну что, поехали! Так, ну что, перейдем к первой гильдии. Гильдия под названием «Команда». Когда будете вбивать в поиски эту гильдию, не забудьте поставить в конце название точечку, иначе вы не найдете эту гильдию, это немаловажный факт. Ну что, если вы вступите в эту гильдию, у вас будет 38 гильдийцев, и вам никогда, я думаю, не будет скучно, там ребята добрые, отзывчивые, всегда вам помогут советом, или там при фарминге меса. Мес фармится первый, второй, третий, босс третий проходится каждый день в 21.00 по московскому времени. Что касается взносов, довольно такая демократическая система, то есть взносы будут зависеть от вашего количества силы, то есть от 20 кристаллов в день заканчивая там 70 или 80, да, то есть, ну, довольно неплохо. Так, берутся игроки от 18 лет, желательно с тыквой, но не обязательно, с 10-15 тысяч силы. Фармится также битва за факел, то есть ребята все вместе, дружно, гурьбой в атаку идут без 15.9, то есть 8.45 по московскому времени, и пытаются заработать максимальное количество факелов. Так, ну что, кто соответствует вышеуказанным критериям, обращайтесь к лидерам, вице-лидерам, вас будут рады принять, и будете вместе развиваться с этой гильдией. Так, ну что, Никита, я про тебя не забыл. Идем дальше. Гильдия Антифа. Единственное, что скажу по поводу названия, когда будете вводить в поиски, первую букву А ставьте кириллицей, а уже остальное название непосредственно латиницей пишите. Так, находится на 1378 месте в топе по кредитам, довольно дружная гильдия, требуются игроки, которые хотя бы с базовым знанием, что такое битва замков. Фармится третий босс, проходится первый-второй месс, ну в зависимости от героев факела набираются полные, и 20% флаг драгоценности. От кандидатов ничего сверхъестественного не требуется, просто желание играть и развиваться самому, и помогать гильдии. И взнос около 200 кристаллов в неделю, что достаточно немного. Так что, ребята, вместе развивайтесь и вступайте в гильдию Антифа. Так, идем дальше. Гильдия Олимпус. Находится на 172 месте в топе. У вас может быть 69 гильдийцев, если вы в нее вступите. Босс третий фармится в 21.00 по московскому времени, проходится шторм месса, как первый, второй, третий и даже четвертый. Взносов нету вообще, за факела берут максимально по 800 кристаллов и 10 тысяч значков почета. И это все дело происходит стабильно. Есть группа ВКонтакте, там же и находится и беседа. Набираются игроки с 20 тысяч силы и довольно общительный коллектив. Гильдия Тары находится на 1706 месте в топе. Пока что только 17 игроков присутствуют в этой гильдии. Но это тоже, в принципе, неплохо. Фармится третий босс, взнос около 45 кристаллов героев в день. С факелов собирают ребята 400 кристаллов. После босса фармится первый, второй, третий месс, русский сервер, андроид. Так, требования побольше тыкв. Так, на этом все. Вступаем в эту гильдию. Вместе развивайтесь, помогайте. Гильдия Абсолюшн. Недавно совсем созданная. Пока что находится на 1765 месте. Но очень быстро развивается. 21 игрок. Так, босс третий. В 22.00 по московскому времени. После этого бьется первый, второй, третий месс. Факела всегда полные. Набор осуществляется с 20 тысяч силы. Гильдия дружная, общительная. Всегда поможет. И очень-очень быстро развивается. Потому вступаем туда тоже. Так, начинающая гильдия легенды. Пока ребят не так много. 26 человек. И 3000 место в топе. Фармится первый, второй месс. Копят ребята на третьего босса. Так что пока фармится второй босс. Приветствуются активные игроки. Общительные. Набор идет от 5000 силы. Ну и желательно, конечно, с тыквами. Многого чего не требуется. Взносы по желанию. Сколько кто может. Потому вступайте. Вместе развивайте. И стремитесь к топу. И к каким-то достижениям. Гильдия легенды. Так, гильдия. С интересным названием. Брат за брата. Находится на 165 месте в топе по кредитам. Прокачано по максимуму. Максимальный десятый уровень. Босс третий фармится в 20.00 по московскому времени. На битве за факел получают максимальное количество факелов. То есть по 800 кристаллов. И по 10 тысяч значков подсчета. Принимаются игроки с 10 тысяч силы. Фарминг меса. Первый, второй, третий. В неделю нужно сдавать налога по 350 кристаллов. По пятницам сверх налогов. Коллектив дружный, общительный. Потому вступайте. Вам там будут рады. Гильдия грешная. Находится в топе по кредитам на 736 месте. Входит в топ 500 по силе. Скоро будет тапаться до следующего уровня. Фармится ежедневно. Третий босс в 20.00 по московскому времени. Факела собираются полные. На мессе активно ведется помощь тем игрокам, которые без тыкв. Что немаловажно. Месс фармится первый, второй. Гильдия дружная, общительная. Что касается взносов. Все происходит по мере возможности. Без принуждения. И набор осуществляется с 13 тысяч силы. Так что ребята вступайте. Ну что, последняя гильдия на сегодня. Гильдия диктатура. Тоже набираем народ. Босс в 17.00 по Москве. После босса фармятся мессы разные. Гильдия дружная, общительная. Вступайте. Набираем с 30 тысяч силы. Единственное, что сейчас поднялся взнос. В неделю нужно взносить где-то около 500 кристаллов героев. Так как мы сейчас упорно хотим прокачать гильдию до последнего уровня. Чтобы зафакел и фармить максимальное количество кристаллов. Ну и плюс в ожидании четвертого босса. Так что так. У кого есть 30 тысяч силы. Адекватные игроки. Вступайте. Пишите мне или вице-лидерам. Или другим игрокам из моей гильдии. Там уже что-нибудь придумаем. Ну что. В принципе на этом видео заканчивается. Напомню, что если вы хотите прорекламировать свою гильдию. Заявить каким-то образом о себе. Пишите мне вконтакте. Или лучше всего в комментариях под этим видео. Чем больше будет информации о вашей гильдии. Тем больше шансов, что я ее опубликую. Потому что если написано о вашей гильдии всего пару строк. То мне нет резона ее опубликовать. Когда там нет времени ни похода на босса. Ничего в принципе. И такие варианты не прокатывают. Потому оставляю за собой право опубликовать те гильдии. Которые я посчитаю нужными. То есть если там гильдия создана полтора дня назад. И мне там дали информацию только о ее названии. То я такую гильдию опубликовать не буду. Но если кому-то помог все-таки с поиском гильдии. То значит это видео снято не зря. Так что так вот. Всем желаю удачи. Удачи в развивании гильдии. Удачи в нахождении подходящих для себя гильдий. Ну а на этом все. Кому понравилось ставьте лайки. Кому не понравилось дизлайки. Подписывайтесь. Буду вам рад. Счастливо.